Администратор развлекательного центра Прада утверждает, это не притон. Клиенты сами привозят с собой девушек для отдыха, хотя жрецы любви во время допроса не отрицали, что оказывали интим услуги. Одна из девушек рассказала, что работает 2-3 раза в неделю. В среднем зарабатывает полторы тысячи долларов в месяц. Свои услуги она оценивает в 4000 сумм в час. Позже сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми и преступлениями против общественной нравственности выяснили, что развлекательный центр, в котором выявлен притон, принадлежит депутату Дюоргу Кенеша Турсунтаю Салимову. Последний сей факт отрицает, утверждая, что это подстава милиции. По словам нардепа, здание он сдал в аренду. Притон по оказанию интимных услуг во время рейда, выявленный в городе Ош. Две известные гостиницы Ахбура и Джеттеген, в которых оказывали интимные услуги. И девушки, и комплексы относятся к разряду элитных. Эти сауны считались элитными. Почасовая услуга девушек оценивалась в 1800 суммов, 500 из которых получал администратор, девушкам, предоставлявшим интимные услуги по 20 лет. В ходе расследования выяснилось, что Ахбура принадлежит экт-депутату Урмата Аманбаева и ее брату-омбудсману Бахкату Аманбаеву. По их словам, гостиницу они сдали в аренду администратора. Ахихачи считает, что против него идет открытый черный пиар. Почему – не уточнил. «Я никогда не занимался бизнесом и не стремлюсь к личному обогащению. Вся опубликованная в течение последних трех дней информация о гостинице в Аше и совершаемых там незаконных действиях – это всего лишь попытки недоброжелателей опорочить имя семьи, в том числе сестры Урмата Аманбаевой. Это является политическим законом и грубым черным пиаром». Документов о сдаче в аренду этих заведений нет. Даже если договор заключался на честном слове, владельцы должны были следить за тем, что там происходит. Получается, ради наживы как депутаты, так и защитники прав человека. Готовы сдать свое заведение кому угодно и под что угодно, говорят эксперты. Подобного рода бизнес развивается потому, что его патронируют высокопоставленные люди. Простой человек не может владеть сауной, развлекательными центрами и другими заведениями. Об этом в обществе все прекрасно знают. В конце прошлого года в отношении Урмата Аманбаевой было возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». В бытность Аманбаевой главным бухгалтером противотуберкулезного центра Ваше она создала коррупционные схемы, из-за чего обвиняется в нанесении ущерба казни страны в крупном размере. А в отношении брата, экс-депутата, часто в обществе высказываются нелицеприятные слова. Оценивая работу своего коллеги, Турсунбек Акун высказался о том, что Бахат Аманбаев защищает права не простых людей, а права депутатов, политиков и даже тех, кто организовал конфликт в Цару. Поговорка «Платон мне друг, но истина дороже» не всегда применима к людям, от которых порой ждешь большего. Видимо, родственные отношения таки будут душить справедливость. Но факт существования притона в зданиях, принадлежащих родным сестре и брату, скрыть от оперативника все же не удалось. Расследование по данному делу ведется, а вот моральная сторона этой ситуации пока остается открытой, потому как кроме слов «не мое» и «не имею отношения», общество ничего вразумительного не услышало. По данным правоохранительных органов, слабое законодательство является основной причиной того, что в стране процветает проституция и не уменьшается количество заведений, где оказываются интимные услуги. А если за этими притонами стоят высокопоставленные люди, то прикрыть этот вид деятельности просто невозможно. «Это и есть лицо наших депутатов. Как после этого общество будет им доверять? С одной стороны, защищая права людей, а с другой, занимаются небогоугодными делами». После подобных фактов в обществе начали говорить о том, что проституцию надо легализовать. Это поможет остановить заболевание, распространяющееся половым путем. Другими словами, часть заработанных денег необходимо направить на обследование и лечение девушек, оказывающих интим услуги, потому как депутат может уйти от ответственности, заявив, что помещение сдавалось в аренду. Так оно и получилось. Даже если администратора арестуют, вместо него придет другой человек. А легализовав проституцию, можно хоть как-то контролировать деятельность подобных заведений, считают эксперты.